Всем привет! С вами канал Артмания и я объявляю, что у меня диета закрыта. На самом деле она закрыта уже, закончила сидеть на диете уже как неделю, наверное. В этот раз пришлось закончить диету срочно, потому что в Россию у нас вошел коронавирус. Вот, и как бы деваться некуда, надо заканчивать, потому что иммунитет у меня упал довольно хорошо. Ну и как бы уже я похудела, все супер. Хотела, конечно, я закончить диету, думала, закончу. Потом еще какое-то время буду питаться, то есть там на кашках посижу, чтобы организм привык к еде. И чтобы вес потом не прибавлялся. Но мне пришлось уже начать есть разные витамины, чтобы, ну чуть-чуть у меня вес уже прибавился немножечко. Вот, ну совсем немножко. Так, тетрадка, в которой я вес каждый день, то есть каждое утро я записывала свой вес, выйдет вам сейчас. Наверное, вот сейчас посмотрите вы. Я вставлю. Так, ну вот он наш вес. Ой, вернее, давайте мы, наверное, сейчас вот так вот пройдем с вами. То есть изначальный вес был 60 килограмм, как я говорила уже. Вот, 16 января я села на диету, то есть обычно 15, тут я 16 села, чуть позже. И вот пошло у нас, то есть плюс, плюс, да, 100 грамм, потому что первую неделю я ела, что попало, как я уже об этом говорила. Или впереди, я скажу, там где-то, вот, потом минус 700, ну вот оно, в принципе, и пошло. Минус 400, минус 300, минус 200, минус 100, да, первой неделе кило 300, хотя могла, конечно, сбросить побольше. Вот, если бы не ела так много, потому что первая неделя все-таки основная самая. Тут тоже уже пошло минус 500, минус 600, минус 100, минус 300, вот. Еще так тоже, кстати, вот более-менее, когда начинаешь считать, смотришь, это довольно много уходит. Вот. И то есть все равно столько, вроде смотришь, тут много ушло, а минус килограмм, ну почти полтора килограмма ушло. То есть это уже вторая неделя, да, вот, третья неделя, минус 300 где-то, минус 600, вот я тут голодала. То есть вот у меня ушло ноль, я поняла, что надо голодать, что-то, думаю, тут, а, тут вот как раз пошло вот 4, да, почти дня. То есть плюс 100, минус 200, минус 300, тут вообще ноль. Я думаю, что-то странно, надо голодать. Вот тут я уже начала голодать, минус 300, минус 700, минус 600 ушло. Вот, потом хорошо, все, минус 400, минус 0. Тут я подумала, надо поголодать. Вот, поголодала, да, что у меня тут? Минус 200 ушло. Минус 200, а, ну тут я уже, кстати, питалась гречкой, ой, не гречкой, а геркулесом по утрам или по вечерам, не помню. Вот, тут вот оно уходило очень плохо. Мне это опять не понравилось, я решила поголодать, это уже третий раз я голодала, да. То есть вот первый я голодала, второй, и вот третий раз голодать начала. Минус 0 тут у меня, плюс 100 грамм по каким-то непонятным причинам, тут меня вообще прям даже удивило. Вот, потом минус 700, я думаю, ну хорошо. Минус 700 слишком много, думаю, надо начать кушать. То есть чтобы в пределах 500 грамм у меня не уходило, я старалась. То есть больше 500, значит что-то не то пошло в организме, надо начинать кушать. Я сразу начинала кушать. Вот, минус 400, ну ладно еще. Тут я, видать, что-то съела со страху, да. Что-то думаю 400, странно. Минус 200, минус, а плюс 400. Тут я покушала уже. Тут что-то, я не знаю, мне, короче, что-то не понравилось здесь. Я решила поесть. То есть тут, обратите внимание, вот я уже весила почти 52 900. Вот последнее, то есть 15 февраля. Так, вот 15 февраля 52. Следующие свои 52 900. Вот они. Я весила 1 марта. То есть я набирала. То есть я тут покушала несколько дней. Набрала 500 грамм. Потом эти 500 грамм я сбрасывала почти неделю целую. Потом тут 23-е. Я подумала, что пора уже кушать начинать. Вот, конечно же, набрала. Потом подумала, что нужно все-таки на диете сидеть. Короче, ну был небольшой сбой, и я покушала все-таки. Вот, ну довольно быстро, кстати, я там сбросила. То есть там набрала 2 килограмма, вот. И сбросила 2 килограмма довольно быстро. По-моему, да. Вот. И тут я уже решила, что снова надо садиться на диету. Та-та-та-та-та-та. Вот. И 51 600. 6 марта как раз это было. И потом праздники я уехала, приехала. Ну я, правда, мало ела, урезала себя. И 10 марта я 53 300. Но все равно немножко набрала. Вот. Посидела на диете. Потом коронавирус вошел в Россию. Потом коронавирус вошел в Россию. И я подумала, что на диете смысла нет сидеть. Мне нужно иммунитет повышать. И поэтому я с диеты слезла. Ну, конечно, вес у меня вот начал набираться. Где-то набираться, где-то не набираться. Ну, как-то так. Я стараюсь сейчас его держу. Но взвешиваться я больше не стала. Думаю, когда я соберусь, я на диету садиться еще раз в этом году, когда он исчезнет, коронавирус. Может быть, я еще, наверное, посижу. Но об этом мы еще с вами поговорим. Об этом, конечно же, вы узнаете самое первое. Вот. А пока вот так. Вот, конечно, очень, на самом деле, обидно. Потому что я столько времени просидела на диете. И сейчас, как бы, я планировала слазить с диеты совершенно по-другому. В итоге мне приходится сейчас кушать абсолютно все. И где-то местами я поправляюсь. Где-то я смотрю, худею. Как-то вот это вот движение из-за этого вируса, конечно, сложно. Сейчас бы я продолжала дальше сидеть на диете. И как бы потом просто сделала так, чтобы организм привык. к постоянному питанию. Ну, постоянному питанию. То есть, и все было бы супер у меня. Но в итоге вот так вот. Вот. Ну и слушайте дальше. Смотрите дальше. Я там сейчас расскажу еще очень-очень много ценной, хорошей информации. Так, вот сегодня у меня на ужин. Это мой ужин. Я приготовила его заранее. У нас еще пока день. Вот, чтобы творожок немножечко остудился у меня. Так, здесь у меня творог получается. Творог где-то 80 грамм. Плюс 2, по-моему, кураги там. И 2 черносливинки. А, и банан еще там, да. Там где-то 1 четвертая часть банана. Я все это вместе перемешала. Посмотрим потом, может быть, я залью медом. Может быть, не залью. Не знаю. И поскольку мне мама купила вот такие вот сметанники маленькие, то его нужно съесть. Поэтому я его сегодня ем. Поскольку он у меня, то есть я творога взяла чуть-чуть поменьше. Вот такой вот у меня будет сегодня ужин. Это, то есть, все. А, ну и потом еще у меня половинка хурмена. Пополам с сыном ее разделим. Половина Диме, половина мне. Вот тоже ее съем на ужин. То есть, и все. Это будет мой ужин. И потом на ночь, прям перед самым-самым сном, я съем целый грейпфрукт. Он поможет восстановить мне обмен веществ. И убрать лишние 500 грамм. Ну, где-то так вот, плюс-минус. Если, конечно, еще что-то не съем. Вот. То есть, он мне поможет. И также, кстати, хочу сказать, я Диме приготовила сегодня творожок. Димочке у меня сегодня 2 года и 6 месяцев. Педиатр нам разрешил есть такой творог. Я купила вот такой вот. Кувшин молока называется. То есть, ну, не от бабушек, а именно вот это производство делают где-то. Не знаю, короче, попробуем. Он, в принципе, должен поесть хурма. Вот и курага. Вот я ему тоже намешала. Также с курагой. И потом ему мед добавлю. Потом расскажу вам, как он поел или не поел. Ну, и следующий, наверное, я буду так вот делать каждый день. Вам показывать, что я ела. Вот. Так, вот у меня новый день. Сегодня я ужинаю перчиками фаршированными. Фаршем. Такими вот. Я уже посыпала здесь зелень. Мне немножечко бульончик будет даже. Половинка хурмы. Вчера у меня сын отказался есть хурму. И он ее съел сегодня с утра. Поэтому вчера я не ела хурму. Сегодня я ее съем. И все это я запиваю соком. Здесь сок натуральный, яблочный. Делали мои родители. Вот. Сегодня у меня вот такой вот ужин. И, может быть, если я не сильно наемся, я, наверное, съем еще маленький бутерброд с маслом и сыром. Потому что вчера я наелась очень сильно. Не знаю, мне хотелось просто лечь. Ощущение было, как будто я съела целый торт. Вот. Вчера я очень прям поела. Плотно очень. Но, тем не менее, я сбросила 400 грамм вчера. Это для меня большой-большой плюс. Вот. Ну и, конечно же, на ночь я съем целый вот такой вот грейпфрукт. Вот. Как его чистить, кстати, есть отдельный у меня ролик. Можете посмотреть. Я его ем только кожу снимаю. А все, что там внутренности, вот эти вот остальные, я все это целиком съедаю. Не чищу его там дополнительно как-то. Вот. То есть, вот такой вот у меня вот ужин. Вот так вот. Ждем следующего дня. Называется «Не угадала попку». Вот он вот так. То есть, он дальше идет. Я должна была отрезать вот так. А я отрезала по-другому. Первый раз со мной такое, что я не угадала попку. Ну, что ж. Зато посмотрите, как классно получилось. Здесь такие дольки, дольки. А тут две большие. Так, классно. Даже косточка, что они. Не косточка. Классные. Красненькие такие. Так, вот у меня еще один день. Так, вчера я съела даже два маленьких бутербродика с маслом и сыром. Они были настолько вкусные во время диеты, что я не удержалась. Вот. Сегодня у меня тоже фаршированный перчик. Один я его уже разрезала. Так удобнее кушать с бульончиком. Вот. Рыбка. Два кусочка. Мандаринчик один. Возможно, еще добавится на четвертая часть банана и киви. Потому что сын будет есть. Я вместе с ним обычно по кусочку тоже съедаю. Вот. И сок яблочный. Я его допиваю. Возможно, я еще кусочки хлеба покрошу сюда. Вот. И планирую еще съесть курагу и чернослив. Может быть, по одной штучке или по две. Где-то вот как-то вот так вот. Вот. За вчерашний день, то, что я вчера поела, съела бутерброда два маленьких. Ну, почти как один большой. И с учетом того, что я масла кладу много, за ночь у меня ушло всего 100 грамм. Вот. Сегодня я хочу поесть поменьше. Сегодня я не буду есть бутерброд с маслом. Вот. Постараюсь поесть поменьше, чтобы у меня ушло сегодня побольше. Вот. Как-то так. Ну, и, конечно, грейпфрукт на ночь. Следующий день у меня. Сегодня у меня вот такой вот ужин. Вроде бы ничего особенного. Но что-то я сейчас посмотрела так. Что-то многовато. Значит, у меня баклажан запеченный, половинка. Картошечка одна, ну, небольшая такая отварная. Соль. Кориандр. Лучок. Перчик запеченный. Говорят, кстати, запеченный перчик очень полезный. Полезнее даже, чем сырой. И здесь салатчик. Салатик с подсолнечным маслом нерафинированным. Ой, нет, наоборот, рафинированный. Вот морковка. Морковка, кстати, в этом салате просто обалденная. Короче, там помидорка, яйцо. Морковка, лук зеленый. Так. Укропчик, я уже просто забыла. Огурец и капуста, айсберг. Вот, короче, вот так у меня сегодня. Вроде все такое легенькое. Ну, не знаю, как там будет с весом. Вчера мне пришлось доесть еще перчик сына. Сын отказался его есть. И за ночь я ничего не сбросила. В итоге получилось. Там, по-моему, грамм сто, что ли, ушло. Или даже не ушло. Я сейчас уже не помню. Вот. Поэтому, я думаю, сегодня, наверное, вот еще вот так поем. А завтра уже что-то попроще надо есть. Вообще, планировала всю неделю сидеть на мюсли. Но тут мама принесла кучу еды, когда узнала, что я пытаюсь похудеть. Чтобы я кушала. И вроде как и отказываться не хочется. Ну, редко, когда она там приносит так много. И тоже время. Ну, у меня есть время. Я себе обозначила два месяца, что я буду сидеть на диете. Поэтому все хорошо. Так, следующий мой день. Сегодня у меня на ужин. Получается один маленький баклажанчик, смазанный майонезом и специями. И маленькая морковка. Сегодня у меня вот такой вот ужин. Вот. За вчера я сбросила где-то 500 грамм. Вот. Сегодня, я думаю, наверное, я тоже сброшу много. Потому что порция очень-очень маленькая. Очень мизерная практически. Вот. Так, сегодня на ужин я ем мюсли. Залила я кипятком и немножечко добавила геркулеса. Вот такая у меня мюсла сегодня. А на нее я делала обзор. Можете посмотреть. Сейчас буду кушать. Здесь где-то 50 грамм. Где-то плюс-минус. Это у меня будет ужин. И, возможно, я еще половину мандаринки съем. Так. Сегодня я кушаю коктейли мне на ужин. Кефирный. Вот. На него... Вернее, да, рецепт на него будет в отдельном ролике. И я оставлю, наверное, тоже там в конечной заставке. Или вот где-то там. Как я его делала, какой. И завтра я расскажу. Ну, и потом, да, расскажу, сколько килограмм ушло. Вернее, грамм сколько ушло. Вот. Он из кефира. Очень вкусный. Безумно вкусный. Мне очень понравился. Прям сейчас его будут допивать. Так. Сегодня у меня на ужин салатик. Здесь вот помидорка. Огурчик вот. И капуста айсберг. Вот. Без масла, без соль, без всего. Сегодня у меня как раз заканчивается моя неделя. Вторая неделя. Не голодания, а диеты. Поэтому сегодня у нас салатик. А завтра будет видно. Вчера я пила кефирный напиток. По-моему, я его засняла. Я уже не помню. Вот. С него я сбросила всего грамм 200. То есть, довольно мало. Хотя там всего 380 килокалорий. Даже банана я половину добавила. Не знаю, почему так. Вот. У него рецепт будет отдельно. В отдельном ролике. Приготовила я себе ужин и завтрак. Такой вот. Вот такой у меня коктейль. На самом деле он очень сыплый. На 3 часа его хватает. Я в прошлый раз делала. Вот. Поэтому, наверное, я думаю, я его поем сейчас обед. У нас 2 часа дня. Чтобы мне до вечера появился голод. И я смогла съесть спокойно грейпфрукт. Вот я его готовила. Тут у меня лежит все. Вот. И также, если у вас в городе продается вот такой кефир. Он безумно вкусный. Именно вот этот кефир, вот этот вот коктейль, делает как мороженое. Во время диеты это просто сказка. Это очень вкусно. Бесподобно. Такой, он доживает кувшин молока. Вот. 3,2%. Ну, вообще, я знаю, что они и тольяттинские больше. В Тольятти, но и в Самаре. Может быть, кто-то меня из Самары посмотрит. Вот. И они в Самаре. Или из Тольятти, может, кто-то меня посмотрит. В Тольятти у вас есть магазины. Такого молока. Если кому-то интересно, кто из Тольятти, напишите в комментариях. Я вам... По-моему, где-то я видела. А, в интернете. Блин, вы в интернете можете найти. Да, набрать кувшин молока, и вам выйдет адреса. Да, я в интернете смотрела, по-моему. Вот. Такая вот вкусняшка. Я сейчас буду кушать. Сегодня у меня снова салатик. Салатик не очень лёгкий такие, не сытный особо. И вкусно. И вес уходит. А салатик у меня капуста айсберг, половинка помидорки и четвертинка огурчика, чуть-чуть лучка. И так же сегодня у меня ещё яичко. Это будет мой ужин за целый день. Вот. Вот так вот. Так. Мой завтрак. Три орешка, маленькая колбаска. Если я могла съесть пять штук, то я ем одну. Такой салатик тут. Он давно стоит уже. Вот. Там лучок, помидорка, перчик, киви вот тут сверху, мандаринка. И кашу. Я сейчас её залью кипятком. Три столовые ложки геркулеса. Пол кулачка изюма и одна кивушка. Такой у меня завтрак, это на целый день. Стала я завтракать теперь. Раз с ужинами у меня всё так плохо. И так же давайте вы посмотрели вес. Давайте с вами пробежимся. То есть изначально я начала сбрасывать вес. У меня было 60 килограмм. То есть как получилось, кто смотрел предыдущий ролик, я оставлю в конечной заставке. Получилось у нас так, что перед Новым годом я весила 63 килограмма. А после Нового года поела, то есть всё супер. Но почему-то я весила уже 60 килограмм. То есть 3 килограмма куда-то делись. Не знаю. Для меня это было очень странно. Так же получается, то есть первая неделя, когда вы начинаете худеть, нужно наоборот стараться кушать кашку. Геркулес, например. Какие-то лёгенькие такие завтраки, возможно обеды, ужины полегче. Некоторые были до этого, допустим, мы ели жареную курицу, там что-то ещё. И обязательно надо съедать грейпфрукт. К сожалению, вчера я свой последний грейпфрукт съел. Забыла, что я его хотела оставить. У меня нету его сейчас. Вот. У меня есть мандарин зато. И также вы должны сказать своим родственникам, с которыми вы живёте, или к которым вы ходите в гости, или они к вам ходят в гости. То есть вы должны чётко сказать, я на диете. Всё. Там мамы начнут, ой, малышка моя, там девочка, да ладно, потому что ты 90 килограмм весишь, да ты посмотри в зеркало, ты и так худая, тебе идёт. Обычно начинается сразу вот так вот. И девушка думает, да, мам, правда, я худая, да, там 90, ну, потому что каких-то 90 килограмм, господи. Вот. И начинают есть дальше. А потом родители начинают, как правило, упрекать детей. А чё ж ты? Ты же села на диете. А почему ты вот это? Ты же хотела худеть. А чё ж ты не начала? А чё ты сидишь, ешь пирожки? Просто я через всё вот это вот уже прошла. Конечно, я не весила 90, но я добирала до 60. Для меня это был очень большой вес. И у меня и лицо такое круглое становилось, и руки вот тут вот, и ноги, то есть огромные. Очень было тяжело, очень было сложно. Для меня это было как 90 вес, наверное, наоборот. Как будто я прибавила там килограмм 40-50. Вот. Я обычно, как правило, родители начинают сразу упрекать. А чё, а почему? А ты же хотела. Вот так ты никогда не похудеешь. Поэтому заранее лучше сказать, если вы собрались садиться на диету сегодня, то есть не в понедельник, вот сегодня я ещё поем, наем ещё 5 килограмм там за эти несколько дней, а в понедельник я уже сяду. Нет. Надо для себя чётко решить. И надо не так, что вот сейчас я вот эту коробку конфет съем, и тогда я сяду на диету. Оставьте эту коробку конфет. Честно, оставьте. Она вам потом пригодится, потом будет даже она вкуснее. Положите её на холодный балкон, ложью на холодную, туда. Вот я все свои сладости там хранила. Я покупала, ходила в магазин и покупала сладости, и всё туда на балкон. У меня там чипсы, шоколадки там. Всё-всё-всё там у меня. Я ещё даже честно не трогала, мне как-то даже после диеты вообще не хочется ничего. Ни шоколадок, ни чипсов, вообще не хочу. Не знаю почему. Обычно я сразу начинаю есть, а в этот раз как-то не хочется. Ну, лежат и лежат, они там холодно, я не хочу лезть. На улице зима. То есть, ну, берите её. Или если вы боитесь то, что съедите её, лучше тогда отдайте, подарите кому-то. Ну, либо съешьте. Ладно. Съешьте, наберите эти 5 килограмм. И эти 5 килограмм вы будете целый месяц сбрасывать. Вот. То есть, вы решили. Так, сегодня я сажусь на диету, да. То есть, с утра вы уже, сегодня уже, вернее, кушаете чуть-чуть. До 6. После 6 кушать не надо. Там может быть что-то лёгкое, салатик какой-нибудь без майонеза. Да. Также, чем я питалась, вам тоже будет ролик. Давайте, наверное, его вот сейчас я вставлю. Вы посмотрите. Конечно, там получилась у меня не вся еда. Потому что я подумала, что это выйдет у меня на больше, чем часа, что вообще я ела. Сейчас вот смотрите ролик. То есть, у меня, получается, первую неделю мама подумала, что зачем Наташа садится на диету, зачем ей это надо, и принесла куча еды. И первую неделю я по чуть-чуть, правда, конечно, но ела эту еду. И я сделала, конечно, неправильно, большая это всё-таки моя ошибка. За первую неделю я могла сбросить 2-3 килограмма. Но из-за этой еды, конечно, я сбросила где-то килограмма. А, килотриста. Да, килотриста у меня здесь подписано. Всего лишь. Хотя могла больше. То есть, за первую неделю у вас уходит, может уйти до 3 килограмм. Если вы будете питаться совсем по чуть-чуть. Порция, значит, должна быть в сухом виде 200 грамм. То есть, это салат, допустим, каша, мясо. Ну, варёная каша, допустим, не геркулес, а пшёнка, гречневая. То есть, вот это вот всё вместе, одна порция 200 грамм. Обычно как нам родители говорят, ты кушай 5 раз в день, но только по чуть-чуть. А я всё время думаю, по чуть-чуть, думаю, ну сколько же это должно быть, по чуть-чуть. А потом вот попала в Вайбере, там был чат правильного питания. Ну, сейчас меня уже оттуда выбросили почему-то, по непонятным причинам. Не знаю, видимо, девчонка перестала всем этим заниматься и просто всех выкинула оттуда, и всё. Вот, ну, такое бывает. И там было сказано 5 раз в день по 200 грамм. То есть, ну, там сколько-то кашки, сколько-то там мяска, там рыбка, огурчик, помидорчик, то есть, и всё. Там завтрак в 8 утра, там обед, ну и так далее. А геркулес 50 грамм. А я замеряла, это 3 столовые ложки сухого геркулеса, то есть, это 50 грамм. Разбавляйте, я заливаю кипятком, даже эти 50 грамм могут охватить сухофрукты разные, орешки. Орешки, я бы, кстати, пробовала, они такие мягкие, нежные, мне понравилось. Вот, заливаете кипятком, там настаиваете 5 минут и ешьте. То есть, завтрак довольно сытный. Не знаю, мне вот геркулес только вот так нравится. Я не люблю варёный. Он какой-то маслянистый такой, не знаю, мне не нравится. То есть, порции такие вот. Вот, порции вы теперь знаете, я теперь тоже знаю. Я себе даже везде записала, потому что могу забыть. Вот, первую неделю, то есть, у нас с вами уходит вот так вот. Вторая неделя у меня ушло кило 400. Там я уже ела, по-моему, салатики, которые вы сейчас в предыдущем ролике, наверное, видели. То есть, но диета у меня называется, ем что хочу и худею. Если в прошлом году мы с вами худели, у меня было сыроедение, то есть, там попроще немножечко. В течение дня там можно было по орешку съесть, там по сухофрукту. Она попроще. Она как раз для тех людей, которые не любят голодать. То есть, которые любят покушать. То есть, если вы любите голодать и голод, допустим, прекрасно переносите, то можно вот с этой диетой. Потому что изначально у меня было так, то, что я хочу, вернее, буду кушать только на ужин. То есть, ну, я молодая была, я всегда жила так. Я ела только на ужин, но у меня была большая порция. То есть, не 200 грамм, она была большая. И при этом я оставалась всегда худой. А с утра, то есть, с утра меня там тошнило, я не хотела есть. Обед я там забывала, потому что там какими-то своими делами занималась, там рисовала, играла и так далее. А на ужин я ела полноценно. То есть, ну, сутки я там могла получить там тысячи килокалорий, например. А сладкое не ела. Тогда я не знала еще, что я сладкоежка. Это я уже позже только узнала. Вот. Значит, третью неделю у меня получается так то, что 3 дня я не могу, 4, нет, 3 дня, да, я не могу что-то сбросить вес. То есть, вес бывает останавливается. Получается так, что если человек мало кушает, то он по-большому в туалет ходит плохо. То есть, там у вас накапливается. И вот это тоже влияет на вес, но влияет это в разных ситуациях. То есть, за эту диету я поняла, это влияет в разных ситуациях. То есть, может влиять, а может и не влиять. Вот. И тут я уже села голодать. Вот. Ну, как я голодала? Поскольку я пила лекарства, это не реклама. Просто у меня очень сильно выпадали волосы. Третий год, они у меня очень сильно выпадают. У меня были когда-то очень густые волосы. После родов я родила летом. И уже следующей весной у меня начали выпадать волосы. Вот. Я купила эксперт волос. Мне посоветовала его мамина подружка. Она пропила. Все супер. Вот. Я его пью уже вторая пачка вот эта. Вчера я купила вот третью такую пачку. Там три пачки надо выпить. Здесь волосы выпадают, конечно, но не настолько. Вот. Ну, как бы об этом это будет другой ролик, когда я уже допью их. Это будет другое, короче. Вот. То есть, получается так, что это лекарство нужно пить два раза в день. И, допустим, я бы могла вообще целый день голодать, там, сутки голодать, двое, трое, там, как обычно. То мне приходилось, чтобы выпить лекарство, нужно было с утра что-то съесть. Я выбрала мандарин. То есть, я съедала пол мандарина, выпивала таблетку и съедала вторую часть мандарина. А на ужин тоже нужно выпить таблетку. Я съедала грейпфрукт. Грейпфрукт у меня был всю мою диету. То есть, каждый год я сижу на диете и всегда ем грейпфрукты. Он помогает мне, моему обмену веществ, чтобы, когда я с диеты слезла, я резко не набрала вес. То есть, обмен веществ улучшается, все супер. Вот, и все, все хорошо. То есть, так вот. Проголодала я три дня. И обычно, вот сколько я до этого голодала, у меня получалось так, что где-то кольнет на третий день. То есть, третий день, вернее, я просижу. На четвертый день с утра уже где-то что-то кольнет, что-то заболит. Я сразу останавливалась. Так думаю, значит, организм уже не по себе. Я сразу начинала кушать. То в этом году совершенно по-другому. То есть, я на четвертый день проснулась с утра, думая, что я буду голодать. И поняла, что у меня шатает. У меня немного такая окружилась голова. Немножко шатало. И мне стало, честно, страшно. Муж сказал, что я могла вообще в оморок упасть. Я покушала. То есть, тут я уже поела. Поела. Ну да, первый день после голодания я поела и даже вес не набрала. Я даже скинула. То есть, первый день такое бывает, но не всегда. После голодания не стоит, конечно, сразу навариваться на большой торт, наедаться. Нет. Там чуть-чуть я поела творожочек, по-моему. Что-то там еще. И дальше сидела также на обычной диете. То есть, за всю диету я проголодала. Раз, два, три. Три. Раза четыре. Где-то четвертый раз это должен быть. Да, раз в четыре я, наверное, голодала за всю диету. Потому что я начинала голодать именно тогда, когда вес останавливался. То есть, все, он останавливается. Вот сидишь, день сидишь на диете. Он один и тот же. Второй день сидишь на диете. Он один и тот же. Третий день сидишь на диете. Он опять там один и тот же. Не понимаешь, что же такое, что произошло. Я там сижу на диете, мучаюсь, страдаю, а он нифига не двигается. И тогда, да, я начинаю голодать, уже вес начинает снова двигаться. Вот. То есть дальше он все хорошо двигался, у нас получается. Так, 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 так. А, да, я один раз еще срывалась с диеты. Срывалась, но я за... Так, где тут? За два дня я, по-моему, сбросила 2 кг. То есть за 4 дня я набрала 2 кг, и эти 2 кг за 2 дня скинула. Вот. Ну, это тоже бывает по-разному. Так, и... Что еще хотела-то? А, и на 8 марта, да, я чуть-чуть там набрала. И, в принципе, скинула. То есть у меня изначально уже вес был... К 8 марта у меня был 51 600. После 8 марта я чуть-чуть набрала, и там я уже решила дальше не сидеть на диете из-за коронавируса, потому что это страшно. Если бы это был просто грипп. То есть человек поболел, и все. А тут как бы уже, если иммунитет ослаблен, а у меня он был уже ослаблен, то есть это могло дойти до смерти. Поэтому пришлось закончить. Сейчас мой вес 54 уже килограмма. А я так думаю, то, что, наверное, сейчас вот как бы я уже прекратила сидеть на диете, я буду все кушать. Но, наверное, я летом, если вирус пройдет, то есть закончится все супер. Я, наверное, летом еще раз сяду на диету, чтобы сбросить оставшиеся килограммы, и там просто его стараться уже держать. Вот. Как-то кушая поменьше, может быть. Вот я думаю, наверное, как-то так я сделаю. Опять же, то есть не стоит строить планы на будущее. Во время диеты я это усвоила очень хорошо. То есть вы думаете, так, все, эту неделю я буду на Геркулесе сидеть, следующую неделю я там буду сидеть на гречке и так далее. В итоге вы встаете с утра на весы, а у вас там, хоп, плюс 300 грамм. И, честно говоря, я думаю, что так, что-то здесь не так. Что я вчера ела? Начинаешь вспоминать. Ничего особенного. Так, значит, все, сегодня голодаю. И то, что вот эти вот планы вы составили, записали, может быть, даже их, все, вы их опять откладываете. Вот. Не стоит во время диеты думать. Вот сейчас, сейчас я его сброшу, у меня осталось еще 3 килограмма, например, сброшу. Пойду там в магазин, накуплю там мороженое, пирожное, там, я не знаю, это, 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 там, наготовлю, наготовлю там себе, все супер. И буду кушать. Не думайте об этом. Просто отложите. Вот я сейчас худею. Сразу себе давайте установку. То есть, я буду худеть 2 месяца. Ровно 2 месяца. То есть, вы начали, допустим, 15 января, 15 февраля вы сидите на диете. И 15 марта вы продолжаете сидеть на диете. Ну, то есть, уже заканчиваете 15 марта. То есть, 2 месяца. Чтобы сбросить, допустим, 10 килограмм. Вот. Но у меня уходит 10 килограмм за первый месяц. Если я первую неделю, то есть, кушаю совсем чуть-чуть, совсем мало. То есть, от первой недели все-таки вот этой вот очень много зависит. Вот. Вы должны об этом знать. То есть, и сразу говорите родителям. Просто, знаете, вот надо вот просто подойти родителям и сказать, так, все, я на диете. Ничего мне не надо. Все, от всего просто отказывайтесь. Они будут предлагать там. Что-то говорить. Ничего не слушайте. Я на диете. Я должна похудеть. Хоть у вас 5 килограмм. Я не знаю, может вам даже 3 килограмма. Я в этом вот в Вайпере была, сидела там в этом чате. Там девочки даже 3 килограмма сбрасывали. Пускай 3, ну, 3 килограмма, конечно, легче. Это уже не 2 месяца. Это можно и за месяц сбросить даже там. За неделю можно сбросить, за 2. Вот. То есть, установку себе даете и родителям говорите. Четко и ясно. Вы говорите, я на диете. Все. Там, я вот буду кушать то-то, то-то. Вот то, что ты там готовишь, жаришь там блинчики и так далее. Там пирожки. Мне это не надо. Я сейчас потерплю. Вот похудею. А потом там я поем. То есть, обязательно вот это вот очень четко. Своим родителям, мужу там, детям там и так далее. Приносите. Потому что это от родителей очень сильно повлияет на вашу диету. Если там сейчас, ну, ладно, давай, давай. Ты там пирожки печешь, давай, сейчас вот я их сейчас поем. А завтра я уже сяду на диету. Не надо так. Это у вас будет постоянно завтра, 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 завтра. Я приходила также к маме в гости. Мама готовила там. Ой, я шашлык приготовила. Ты будешь? Нет, говорю. Я на диете. Говорю, ты садись, кушай. Я посмотрю, как ты кушаешь. Но я на диете. Я могу спокойно сидеть. То есть, человек ест, это вкусно. Я могу сидеть и спокойно смотреть. Но я уже привыкла. Потому что я сижу на диете. То есть, уже не первый год. Поэтому мне, в принципе, переносится легко. Плюс там у меня была не просто диета, у меня было больше голодания. И мне нужно было как-то свой организм, чтобы он захотел кушать. Потому что мне почему-то так кажется, когда он начинает хотеть кушать, он начинает забирать жирки. И как бы ему нужно что-то, чтобы работать. Он забирает эти жирки и начинает там продолжать работать. То есть, ну, как-то вот так. Я люблю чувство голода. Я люблю, когда он там бурчит, мурчит и так далее. Вот. То есть, вот так вот. Также, что... Я надеюсь, что я все скажу. Ничего не забуду. Так. И что же я кушала вообще? Первую неделю я ела. Здесь у меня просто записано все. Ела то, что мама приготовила. Иногда Геркулес. Вторую неделю я ела салат, огурцы, помидоры. Да, кстати, заправляла я просто водичкой. Оказывается, это очень вкусно. Без соли, без сахара, без масла, без майонеза. Просто вот огурцы, помидоры, листья салата. И чуть-чуть водички, там, 2-3 столовые ложки. Все это перемешали, чуть-чуть настоялось. Помидорка там стекла, сок. Съели, там, выпили, все. Без хлеба. Даже черный хлеб я не ела. Вообще никакой хлеб не ела. Вот. То есть, это было реально вкусно. Иногда я яички ела. Так. Потому что надо было доесть. Так. Третья неделя у меня было голодание. Периодически. Четвертая я ела иногда мясо. Я просто сейчас быстро пробегу. Пятая неделя Геркулес. Да, Геркулес. Шестая Геркулес. И были праздники, вот как раз я набрала. Седьмая неделя, опять же, там была. Ну, как-то, знаете, у меня, да, там, как-то так непонятно, как было. А, ну, вот, да, седьмая неделя, в принципе, и все. Ну, вот, да, как-то так. Что ж, хотела сказать, так. Да, кстати, иногда я ела еще мюсли. В прошлом начале ролика, я когда записывала, начало диеты, у меня стояла здесь пачка мюсли. Иногда я ее ела. Но мюсли вы можете сделать сами. Также взять Геркулес, добавить туда сухофрукты, орешки. И вам будет подобие мюсли. То есть, ну, как бы оно дорого довольно стоит. За килограмм там получается дороже. Все-таки Геркулес дешевле. Там за килограмм получается где-то рублей 25-30. Вот. Гораздо будет дешевле. Также, кстати, у меня здесь стоят округи ржаны. Я смотрю, что девчонки, в принципе, берут. Пробовали даже их с молоком. Я еще, честно говоря, не пробовала. Но на них будет делаться отдельный обзор. Вот он как раз обзор этот выйдет где-то рядом с этим роликом. Даже, наверное, нет, наверное, попозже немножко этого ролика. Девчонки ели его с молоком. Я хочу попробовать тоже с молочком его. Я думаю, будет вкусно. Так. Также, да. Я сижу вот сейчас в леггинсах. Эти леггинсы 44-го размера. Давайте я сейчас их покажу немножечко. Даже, наверное, не их, а вот то, что я похудела. Вам вот видно. То есть, вот. Довольно. Блин, просто вот, честно мне показать, то, что я похудела, даже негде. У сына в комнате стена, он там все обои собрал. Там не очень такие сейчас красиво. И просто даже, ну, короче, негде. Поэтому вот как-то вот так вот. А до лета сейчас еще немножко далековато. Я надеюсь, то, что до лета я не наберу опять вес. В принципе, он иногда приходит, иногда не приходит, иногда уходит. Я думаю, наверное, я все сказала. Я помню, что я что-то забыла. Если я что-то забыла, я, наверное, напишу в комментариях. Потом вспомню, напишу. Потому, что у меня очень много в голове. И я могу действительно забыть что-то. Также диету выбирайте, наверное, для себя, которая вам больше подходит. Если вы, ну, я уже об этом говорила, если вы не любите голодать, тогда лучше сыроедение, сырые овощи, фрукты. Мне кажется, на них сбросить вес гораздо быстрее получится, чем на правильном питании. Потому, что правильное питание вы кушаете 5 раз в день, по 200 грамм. И что-то там может сдвинуться, немножко что-то положить. Ну, вы же не будете взвешивать, правильно? Особенно, если вы на работе работаете. Там взвешивать. Потом еще килокалории считать. Вот это вот все. На это надо много времени уйдет. Там лучше, может быть, это время провести с ребенком или с семьей. Вот. Ну, решайте сами, как вы считаете. Вот. То есть, сыроедение, ну, как бы, попроще. Парочку там орешков таких съел, таких съел. Там сухофрукты съел. Позавтракал там как-то. Можно на завтрак геркулес также съесть. Там на обед это, там на ужин там капуста. Кстати, капуста белокачана на жиросжигающая. Первый раз, самый первый раз, я когда садилась на диету, я помню, узнала как раз про капусту. Я ела эту капу... Ну, себе нашинковала такую большую чашку. Я трое суток, помню, ела. И сбросила я, наверное, килограмма два. Вот. Ну, тогда она такая была жесткая. Не было такого ножа, чтобы сделать вот ее тоненькой. Вот. Но, тем не менее, прям это, я на ней сидела так хорошо. Вот. То есть, белокачанная капуста вы можете там кушать. Ну, также жиросжигающих продуктов много. Вы можете в интернете это все найти. Почитать, подумать, какие продукты вы сможете купить по финансам. Или есть они в вашем городе или нету. То есть, бывает такое, что нету. Если человек живет в деревне, там навряд ли привозят грейпфрукты. Или если они есть, то они очень стоят дорого. То есть, тоже смотрите, зачастую я вижу то, что грейпфрукты люди не покупают. Даже те, которые хотят похудеть, сидят на диете, они не покупают. Ну, не знаю, это уже зависит чисто от человека. Я считаю то, что мне грейпфрукт помогает. Вот. Обмен веществ. Да, покупайте грейпфрукт именно красный. Есть еще грейпфрукт желтый. Он вообще не помогает. Я уже проверяла это. Есть только вот красный, вот только его. Но на них их, вернее, завозить уже к концу марта, наверное, перестать. Потому что в прошлом году, я помню, что я до середины марта досидела. А грейпфрукты перестали привозить. И все. И мне, то есть, тоже я резко оборвалась диета. Потому что неожиданно я там тоже что-то недохудела немножко. Вот. В этот раз еще грейпфрукты у нас до сих пор привозят. Может быть, просто никто их не покупает, и они лежат, скорее всего. Да, кстати, еще хороший совет вам. Если вы будете худеть вместе с грейпфруктами, то купите их заранее. Они очень хорошо лежат. Вы можете купить большие, положить в холодильник или на прохладный подоконник. И они у вас будут дозревать. Вот. Где-то месяц-два они могут вот так лежать. У меня было там с прошлого года грейпфрукты. Остались несколько штук. И они прямо дозрели. Такие хорошие стали. Такие там тоже где-то ролик есть, наверное. У них прям кожуру снимаешь, она вот такая вот тоненькая. Там миллиметра два-три, наверное. Обычно снимаешь, там чуть меньше сантиметра. А там прям, я помню, так хорошо дозрел. То есть вы можете также грейпфруктов набрать побольше. Особенно, если есть у вас машина. То есть там штук 10-20 сразу купить. Там положить в прохладное место. И пускай они там дозревают. Через месяц вы сели на диету. И каждый день на ночь. Прям вот все поели там. Все дела сделали. То есть до грейпфрукта надо, чтобы желудок у вас был не сытый. Ну и не голодный, как бы. Если он у вас голодный, стакан воды выпиваете. Съедаете грейпфрук. Чистите зубы. Там свои дела доделываете. И ложитесь спать сразу же. С утра вы, значит, просыпаетесь. Бежите в туалет. Потом встаете на весы. Взвешиваетесь. Да, кстати. Обязательно заведите отдельную тетрадку по весу. То есть не в той тетрадке, где вы записываете все подряд с компьютера. А именно отдельную тетрадку. И назвать ее... Нет, мне не названо. Назвать ее там вес, мой вес. Там как-нибудь. И все это записываете в отдельную тетрадку, которая лежит вместе с ручкой около весов. То есть заранее вы также прописываете дату. Какая у вас сегодняшняя дата. То есть у меня вот 7 дней дата. Потом там 8-я неделька или 7-я неделька. Потом я просчитываю. То есть сколько я сбросила за одну неделю. Или там сколько прибавилось. И были праздники. То есть обязательно циферки эти прописывайте. И желательно, когда вы встаете на весы, чтобы не помнить, какая у вас была вчера циферка. Я обычно вставала на весы, просто представляла себе. Я уже весила, допустим, 53 или 54 килограмма. А в голове у меня было, по-моему, я вчера весила. Ну, я специально так делала для себя. Там 55-600, по-моему, да. И встаешь на весы и видишь, что у тебя там циферка. Там 53-400, например. И думаешь, ого, я сбросила. То есть это такой, знаете, в голове там ажиотаж. Вау, у меня получилось. Берешь тетрадку, смотришь, а там ты сбросил всего там 300-400 грамм. Думаешь, о, ну, я просто забыл, какая там дата была. Ну, 400 грамм, это супер. Это реально супер. 500 грамм, 400. Вот когда по 300 уходит, ну, тоже супер. Но это очень долго. То есть за неделю вы только 900 грамм сбрасываете. Ой, вернее, за 3-4 дня, да, где-то там 900 килограмм сбрасываете. Ну, как бы это немножко подольше получается. Но зато вес уходит постепенно. Вот. Так. Это я уже сказала. Обязательно тетрадку. И потом также, кстати, вы можете посмотреть предыдущие года. Например, вот у меня здесь написано 2012 год, как я сбрасывала вес. То есть 55, даже 56. У меня началось первый день, я даже голодала. А, не так. Раньше я сбрасывала по-другому. Я взвешивалась 3 раза. 3 раза в сутки. Вот, чтобы проконтролировать вес, после чего он уходит. То есть после прогулки, либо я еду какую-то не такую съела, либо получалось у меня вот вечером 55 900, ночью, на ночь 55 800, то есть 100 грамм. Хотя здесь было написано голодная или голодала, не знаю я. И утром 55 500. То есть 500 300 грамм за ночь ушло всего. Вот. Ну, за сутки получалось. То есть раньше вот так, а потом я начала только по утрам. Утром и вечером, потом только по утрам. То есть вот так вот у меня было. Ну, вот старайтесь в празднике не есть, потому что в празднике вы наберете обязательно много. Вы можете набрать от 2-3 килограмм и до 5. То есть, ну, представляете, вы этот килограмм сбрасываете целую неделю, 7 дней. Вы там где-то не кушаете, там что-то, перекусы какие-то, страдаете целую неделю. Сбрасываете 1 килограмм, 7 дней сбрасываете, да? И в празднике вы за 1 день, за 1 день уже 1 килограмм наберете. То есть, блин, когда после праздника встаешь на весы, тут оказывается, что вы набрали. А потом, когда вот это все начинаешь просматривать, начинаешь считать, и получается, что за 15 дней ты успел набрать. То есть, ты сбрасывал, сбрасывал, набрал. То есть, получается, уже за 15 дней ты пытаешься сбросить 5 килограмм, и все никак. То набрала, то это, то это, то это. Организм что-то не понял тебя, что-то ушло, что-то пришло, что-то ты съел не то. То есть, лучше всего в празднике не есть. Либо садитесь на диету после всех праздников, уже после 23-го, после 8-го там. Если после 8-го марта уже в ближайший месяц нет никаких праздников, и в ближайшие лучше 2 месяца, то садитесь на диету после 8-го марта. Вот, то есть, чтобы у вас было время, если вы знаете, что вы можете сорваться. Либо кушать совсем чуть-чуть, но, мне кажется, на праздники навряд ли получится кушать совсем чуть-чуть. Да. Сразу после диеты я начала есть сразу все абсолютно. Из-за этого вируса я могла, в принципе, еще немножко посидеть на диете. И у меня вес был как раз 50 килограмм, как я и хотела. Вот. Но, к сожалению, вот так вот. Вот, вроде бы я что-то все сказала. То есть, ну, тетрадка. Вернемся к тетрадке. Да, мне кажется, наверное, у меня получился ролик полностью запутанный, но я надеюсь, что вы поймете меня, напишите свой комментарий. То есть, вот утром-вечером. А, ну, с утра, и потом, да, с утра-вечер только взвешивалась. Первый день, вот второе у меня написано. Второе, так, 7. А вот, допустим, недели. Вот я за неделю сбросила здесь вот 2 килограмма. То есть, за первую неделю, когда вы только начинаете худеть, вы можете сбросить и 2 килограмма, и 3. То есть, именно на диете. Именно на диете. То есть, если вы на правильном питании, то я видела такие же вот списки других девчонок. Если у меня получится, я на компьютере сделаю и сейчас вот вставлю маленький ролик. Так, ну вот смотрите. Вот они, этот вес тех девушек, которые сидели на правильном питании. Так. А, ну вот первый день 65. И 24-й день, то есть почти месяц, 64 с половиной. Ну, 65 с половиной, 64. То есть, получается, почти, что за 24 дня она сбросила 1 килограмм. То есть, тут, блин, тут вообще так много. 24 дня, то есть, это больше двух недель, почти, что больше половины месяца. Всего лишь 1 килограмм на правильном питании. Так, давайте дальше посмотрим. Здесь у нас тоже довольно длинный. Вот было 59 с половиной, здесь 57. То есть, опять же, 2 килограмма. Наверное, тут почти месяц. Считать я уже не буду. Так, тут вес 96, 92. Ну, тут, конечно, побольше. Почти 4 килограмма. Тут, наверное, старалась девушка. Так, здесь... Так, здесь... Вот, 28... А, нет. Тут вес... Тут... Тут тоже за 26 дней, смотрите, 808 килограмм. Было 95. Ну, много вообще-то. 7 килограмм. Ну, вот, некоторые вот такие вот бывают, которые довольно быстро сбрасывают. А в основном, вот, смотришь, они... Как-то очень долго сбрасывают. И поэтому думаешь, а... Стоит именно худеть на правильном питании, потому что это будет очень долго, на самом деле. Это будет слишком долго. Хочется же нам все побыстрее, да? Вот, пожалуйста, 22 дня, 73. Вот, 78. Ну, 5 килограмм вообще-то, да, тоже хорошо. Ну, тут, конечно, фотографий очень-очень много. Если кто-то хочет, напишите в комментариях, и мы об этом с вами еще побеседуем, и я запишу отдельный ролик всех этих фотографий. Потому что ролик у нас и так с вами очень сильно затянулся. Так, здесь 85-92, он тоже много. Очень сильно затянулся, поэтому... Там получалось то, что они за месяц скидывали 3 килограмма или 4, то есть только за один месяц. А у меня получается так, то, что у меня за месяц может уйти почти 10 килограмм. То есть, ну, у меня диета. Диета для меня это слово похудеть, очистить организм. То есть, от всякой гадости, которую я съела, сладкого, холестерина, кстати. А холестерин уменьшает грейпфрут, поэтому я его и ем. Это я проверяла. Я сдавала анализы на холестерин до диеты и после диеты. Грейпфрут убирает. Это уже тоже где-то в интернете все прописано. То есть, вот так вот. Ну, вот, в принципе, 25-й день. 25-й день у меня здесь как раз 54 килограмма, а было 57. А, ну, 3 килограмма я сбросила. Здесь 3 килограмма. То есть, тоже бывает все по-разному. Вот, выбирайте себе диету такую, которую вы захотите. Муж, я сидела на диете, допустим, гречку ел. Одну гречку ел. Гречка, 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 гречка. То есть, ну, гречку тоже можно так же разделить, допустим, на 5 приемов пищи по 200 грамм, например. Только гречка должна считаться в сухом виде 200 грамм. А если, наверное, в мокром виде, я даже не знаю, сколько она будет весить. Но можете так же отмерить 200 грамм. Я думаю, в мокром виде она будет больше даже весить. Вернее, будет весить, допустим, если 200 грамм в мокром виде, то есть сваренном, да. Мне кажется, ее по размеру будет просто больше. Она же влажная. Ну, можете, как начнете там. То есть, гречку, допустим, на одной гречке сидеть. Куча диет есть разных совершенно. Там на бульончиках один день каши, второй день голодания, каши голодания, либо каши бульоны, каши бульон. То есть, вот так идут. Их очень много. Я думаю, роликов тоже очень много. Ну, у меня вот была в этот раз диета. Я ем все, что захочу и худею. Да, приучилась у меня похудеть. Хоть я и срывалась. Ну, в этот раз, к сожалению, да. Так вот я сорвалась, потому что вот из-за этого вируса я уже переживала. Не знала, как начать. Причем, заходишь в магазин, и не зря говорят, нельзя заходить в магазин с голодным желудком. Очень много сейчас появилось сладкого, сладостей. И они появляются, и появляются, и появляются. И каждый раз заходишь в магазин, там новые, 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 новые. И все уже хочется попробовать. Открываются какие-то новые магазины всякие, в которых сладости там по акциям. И уже начинает хотеться просто все. Вот. Я думаю, я все сказала. И у меня боюсь уже, что ролик затянется на несколько часов, потому что я могу болтать очень долго. Вы это знаете. То, что я вспомню, если, я напишу в комментариях. Ну, я думаю, что я, наверное, все сказала. Может быть, я запишу потом отдельный ролик. Может быть. Может быть и нет. Я надеюсь, что я сказала все, но я помню, что я что-то забыла. Вот. Да, еще, кстати, вода. Пьем мы также воду. Полтора литра. Здесь у меня, по-моему, уже все лежит. Желудок у вас становится голодным. Вы пьете, выпиваете стакан воды, кушаете. Вы сытые. Если у вас желудок растянут. В конце диеты у вас желудок стянется. Да, кстати, еще такой момент. Если, допустим, вы во время диеты, ну, у вас день рождения, например. Ну, каждый год вы сидите на диете, и каждый год у вас диета совпадает с днем рождения. Вы хотите поесть, покушать как следует. У вас день рождения. Ну, вы можете, конечно, день рождения перенести на 3 месяца вперед. Или попозже, да. Есть такой момент, честно, вот я его сама разработала для себя. Когда вы садитесь за стол, вы садитесь не прямо вот так вот, а немножко вот так вот сгорбитесь, чтобы у вас желудок там смялся, ну, то есть он у вас сомнется, у вас будет места мало, и вы начинаете кушать. Кушайте. Вы знаете, что у вас еды будет очень много. Вы пришли в кафе, например, у вас вот такая вот огромная пицца, плюс шашлык, плюс гамбургер. Ну, это много. Я, допустим, съедаю большую пиццу. То есть, вот. И после диеты это сделать очень-очень сложно. Вы согнулись максимально сколько у вас получается, чтобы у вас не было боли, и чтобы вам было комфортно. Начинаете есть. Потом, спустя какое-то время, там, наполовину пиццы, допустим, вы понимаете то, что вы уже сытая, но хочется вам еще пиццу, вам еще хочется, у вас еще десерт, еще там шашлык, например, лежит, да? Вы выпрямляетесь, то есть желудок, он был маленький, согнутый, да? Вы выпрямляетесь, он становится побольше размером, вся еда там сваливается, начинает там перерабатываться, да, там она убегает уже туда, в кишечник, у вас твой желудок становится больше. И вы продолжаете есть дальше, не чувствуя сытости. То есть, ну, вот этот момент я уже разработала очень-очень давно, и он мне всегда помогает. Если очень много еды, то есть я посажусь сначала так, потом распрямляюсь, и все это сваливается, сваливается. То есть, как получилось у нас, как раз на 8 марта, да, перед 8 марта, да, на 8 марта мы с мужем пошли в кафе, на 23 мы были в кафе, и 8 марта, то есть на 23 мы заказали огромная пицца была, шашлык, по-моему, был, и сырные палочки, то есть, ну, много еды было, помог этот момент. А на 8 марта там был тоже шашлык, гамбургер такой большой, и шурма большая. Опять же, мне помог этот момент. Вот, я думала, я не съем даже. Обычно после диеты я даже не съедаю, я даже оставляю всегда. Но вот этот момент, он помогает. Это вот вам маленький-маленький совет в самом конце. Если вы досмотрели этот ролик до конца, и увидели этот совет, напишите мне в комментариях спасибо за совет. Хорошо? Я тогда буду знать то, что вы досмотрели до конца. Мне будет приятно, что вы этот совет узнали, услышали, что он вам понравился, потому что вот этот совет реально классный. Реально помогает именно после диеты и во время диеты. На сегодня это все, потому что я уже очень много наболтала. Также я вам скажу, следите за своим здоровьем. Сильно на диетах не сидите. Достаточно сидеть один раз в год на диете, сбросите эти 10 килограмм, или сколько у вас там, и дальше живите обычной, своей нормальной жизнью. Не надо сидеть на диете месяц, два, три, четыре, полгода. Но если, конечно, вы набрали 40 килограмм, то лучше посидите эти полгода на диете, постепенно, лучше постепенно этот вес сбрасывайте, лучше всего тогда на правильном питании, и потом просто придерживайтесь, старайтесь, держитесь. Если у вас обвисла кожа, она потом сама у вас зайдет, потому что получилось так у меня, то, что до 23 февраля я уже похудела, и у меня тут немножко обвис живот. Ну, чуть-чуть вот он, он такие вот, чуть-чуть вот появился. 23 числа я там 4 дня покушала, чуть-чуть прибавила, потом за 2 дня я опять сбросила, и у меня живот нормализовался почему-то, я не знаю почему, но он не стал таким обвисшим. Не знаю, что произошло, вот, честно говоря, не знаю, но он такой стал нормальный, хорошенький такой, все. То есть обвисшись вот эта ушла, то есть это что-то такое помогло, не знаю даже, можно так тоже, если у вас сильно обвисло, можно что-то... Нет, если у вас там, допустим, вы набрали 90 кг, то лучше сбрасывайте на правильное питание, чтобы у вас не резко уходил вес, а по чуть-чуть, потому что с 90 кг, если вы хотите похудеть там до 60, то есть это довольно много, для вас и для вашей кожи будет лучше, если вы будете худеть потихонечку, то есть чтобы она успевала как бы сузиться, чтобы потом у вас не обвисло все тут вот-вот-вот, как бы это будет некрасиво, смысл тогда худеть, если у вас все обвиснет, и вы не сможете пойти на пляж, вы не сможете одеть летом шорты, какой-то там топик, я не знаю, там вот что-то еще, но лучше всего, лучше всего сидите на диете каждый год, старайтесь свой вес держать на одном уровне, то есть вы весите, допустим, 60, не надо дальше переходить, пускай это будет 60, кожа растягивается, и эти растяжки потом видны, когда вы потом загораете, допустим, ноги у вас вот тут загорели, да, вот на бедрах, и у вас останется, то есть у вас будет загорело, и будут белые вот такие вот полосочки, это некрасиво, поэтому держите свой вес, не надо 65, 70, 90, там 100 и так далее, не надо до крайностей доходить, также старайтесь не жарить, вот лично я вообще не жарю ничего, очень-очень редко раз в год я жарю блины, и все, по-моему, яичницу, ну, вообще, в принципе, ее не жарю, не очень люблю, я все запекаю без масла, без масла, вот все запекаю, все, что вот можно, потому что, честно, мне лень стоять около плиты и жарить, мне времени нет на это, мне лень, я устаю, я не хочу, поэтому лучше, как хотите там какие-то курочку, запеките ее, на канале, кстати, у меня есть в кулинарии, там рецептах, что ли, я сейчас не помню, как называется, есть рецепт, как запекали мы курочку, как мы там, чем ее мазали, какая получалась корочка, там и так далее, лучше запеките, лучше сварите эту курочку, там или мясо, или там буженина, я не знаю, там что хотите, делайте, вот, то есть вот такой вот, еще вам добавок совет, все, на сегодня это все, всем спасибо за просмотр, с вами был канал Артмания, подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, мне будет очень приятно, если вы наберете много лайков, очень-очень много, смотрите наши влоги, как мы живем, как мы с сыночком гуляем, развиваемся, путешествуем, короче, все-все-все-все, всем пока-пока, с вами был канал Артмания, с вами был, я, я, Продолжение следует...